Последние тенденции в смене военного руководства Российской Федерации мы обсудим далее с Николаем Маломужем, генералом армии Украины, экс-руководителем службы внешней разведки. Николай Григорьевич, здравствуйте. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Итак, Николай Григорьевич, ну вот 4 из 5 российских генералов со времен, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, вот уже отстранены от должности, да, там они без шума особо это все делают пока, по крайней мере. Вот, но как на ваш взгляд, вот это такие вот действительно какие-то попытки что-то поменять, что-то пересмотреть, возможно, или, ну, действительно на генералов, на командующих вот впоследствии свесить всех собак в случае действительно еще более крупных военных провалов в Украине? Ну, в первую очередь, мы должны констатировать, что этот стратегический провал России, он наблюдается по всем периодам, от начала агрессии 24 февраля до сегодняшнего дня. Мы сегодня уже констатируем с мира 12 руководителей, командующих, командующих армии, корпусами, то есть это генералы, которые якобы, по версии Путин, не выполнили его задания. Фактически Путин хочет признать о том, что он избрал очень, так сказать, провальную стратегию, это агрессия против Украины, которая не имеет перспектив. Мы прямо об этом говорим еще раз подчеркиваем 24 февраля, прямо по телевидению, по радио, прямо в лицо ему, знаю лично. Он не воспринимает, конечно, он понимает, что есть виноватые. Виноватые не он, как он это сам сделал, а, конечно, военные, которые выполняют его задания. Но никак не смогло выполнить. Поэтому смена, смена, смена ничего не дает. Практически никакие военные стратегии против народа Украины не работают. Тем более мы сейчас подняли очень мощно уровень вооруженных сил и в плане и духа, и подготовки, и новейших вооружений и техники. Поэтому сейчас нужно снять, конечно, обвинение себя. Потому что во всем виноват Путин. Он сам давал указания этим командующим, который позже снимал, как вести операции, как проводить наступательные операции, например, на Луганское направление, на Донбасс. Уже давал 12 сроков захватить Донбасс, Донецк область. И ничего не получается. И опять, конечно, виноваты генералы, а не он. Поэтому он сменил сейчас уже и Лапина. Но уже сейчас вопрос стоит о самом Путине. Потому что даже в российском обществе вопрос, а кто же виноват? Почему меняются генералы, а победы то и нет, обещанные? Уже сегодня уровень доверия к Путину и к войне упал еще на 5-7%. Уже больше сторонников мира. Даже, так сказать, поддержку, в общем, Путина, но против войны, против его стратегии. Поэтому сейчас нужно быстро перебросить всех средств массовой информации и в элитах вину на кого? На военных, которые не выполнили, как бы, задания. Потому что альтернатива – это сам Путин. Поэтому сейчас могут начаться очень мощное движение против Путина, который развязывал агрессию. И, соответственно, не только начал убивать украинцев, что им мало-то сейчас, это их волнует. А самое главное, гибнут уже россияне. И нет перспективы, о которой они там уже надеялись. Поэтому в данной ситуации задействовал ресурсы, средства массовой информации. Прикожина, который сейчас, якобы, разработал альтернативную армию вагнеровцев и добровольцев. Кадыровцев, которые, якобы, более эффективно работают. И под дисквитацией военных и их смещением. Час смещения, час репрессий, мы же знаем, находятся под домашними арестами. Несколько генералов находятся уже в тюрьме. То есть он пытается демонстрировать, что он будет расправляться дальше, если они будут выполнять его задания. Но и это не помогает. Поэтому другие методы и провокации, и мобилизации, и рендум, и аннексии, и угрозы ядерной, и провокации с разными бомбами, например, или рязные, или биологическое оружие, или подрывы АЗС, или, например, ГЭС, если он сейчас готовит по Херсонской области. Это методы провокаций уже самого Путина. Он это сам планирует, озвучит и пытается сейчас уже не только через военных, которые сейчас считают виноватыми, а через спецслужбы ФСБ, Грукенштаба проводить эти версии и провокации в целом против нашего государства. На международном уровне понуждают еще политическое руководство Лаврова, да и министра обороны, чтобы он там звонил другим министрам и обвинял Украину в каких-то загрозах ядерным оружием, например, балкирологическим оружием. То есть это все в системе боевиков, которые пытаются убедить мир. Уже никто не верит. Поэтому эти смены все показывают слабость Путина, и военные уже расстраиваются против самого Путина, потому что они предоставлены, что будут репрессии. Не только от режима Путина, а от него уже приспешников, типа Пригожина и Кадырова, которые уже прямо диктуют, что нужно делать Путин, кого арестовывать, как с ними расправляться. И тут тарят представители Госдумы, вот Сената, например, некоторые бывшие военные, вот начинают уже дискредитировать военных. А военная машина в России очень большая. Это будет порождать противоречия в элитах и будет при больших потерях и в наших наступательных операциях, победах, еще более разбалансировать военный блок, спецслужбы, и вот этих даже его ближайших, так сказать, прихильников, как мы говорим, и Пригожина и Кадырова, которые быстро переметнутся в другую сторону, в другом режиме, когда Путин уже будет слаб. Николай Григорьевич, ну ошибки там на местах тоже, наверное, командование есть, потому что, например, есть свежий пример ситуации, возможно, вы тоже слышали, с морпехами 155-й бригады Тихоокеанского флота, когда там за 4 дня они потеряли 300 убитых под Павловкой. То есть, ну, тоже, наверное, командование не совсем правильно там их использовало, если вот такие боевые части, это же не мобилизованные какие-то, понесли такие серьезные потери. А вот мы смотрим даже на профессионалы, морпехи это как бы элита российская армия и десантники. И еще есть третий блок, это, конечно, спецназы. Мы уже констатируем, что более тысячи спецназовцев, их очень мало, это высококлассные военные, морпехов и, соответственно, ВДВ уже уничтожены. И фактически вот эти все их наработки, они не работают в Украине. Почему? Во-первых, они не имеют боевого опыта, это первая составляющая. Они не могут планировать операции, это командиры в реальной войне. Они не имеют мотивации, самое главное. Они воюют на чужой территории, захватывают ее, они убивают людей неповинных, мирных, они это все понимают. Это то, что они говорят, что в плену нас заставили, они прекрасно знали, куда и шли. Поэтому в данной ситуации, если нет боевого духа, нет понятных задач, тем более профессиональных подходов в военном формате, это полный проигрыш в любой подготовке. А тем более, если они сейчас разбавляются мотивированными, это перспектива проигрыша и даже паники. Поэтому в данной ситуации, смотрите, морпехи, они уже на протяжении всего периода войны в Украине, они гибли. Уже это третий заход. Мы видим, что в полном составе фактически уничтожаются. Прямо целые батальоны или целые даже бригады, если мы говорим. То есть, да, они создают там проблемы. На Донецком направлении, например, или сейчас на Херсонском, с ними нужно очень активно воевать. Но мы умело сейчас их выявляем, наносим внезапные удары, фланговые, диверсионные, огневые, там новейшие средства. А против этого в них ничего не работает. В них еще по старинке атаки лобовые. Используют какие-то устрашения и действия более массированные ударными группами. Это сейчас не работает. Это не та война. Ни вторая мировая, ни первая. Вот скажите, Россия же заявляла свою такую последнюю версию стратегии, как победить Украину. Это лишить ее инфраструктуры, энергетической инфраструктуры. И била по критическим объектам инфраструктуры с желанием оставить Украину в преддверии зимы, в преддверии холодов, без света, без тепла, без там, в связи. И пока, к счастью, не удается ей эти провокации, эти попытки. Но мы знаем и можем себе предположить, что Россия будет пытаться и дальше проводить эти обстрелы, для того, чтобы зимой все-таки погрузить Украину в холод и темноту. Как Украине защитить себя? Как увеличить обороноспособность в преддверии зимы, опять-таки, чтобы противостоять этим российским попыткам, этому российскому террору? Сейчас одна из стратегических задач агрессоров – это сломить дух нашего народа. Они поняли, как мы говорили вначале, что если объединенный народ, его не сломать. Но сейчас думают, каким способом бить по жилым помещениям, по инфраструктурным объектам и по энергетическим объектам зимой. Тем более ставить такие же условия в Европу, чтобы мы не имели поддержки от европейских стран в первую очередь. И это про счет Путина. То есть в данной ситуации, мы даже после этих обстрелов, люди, наоборот, объединяются, намного больше, так сказать, готовы к военным действиям, поддерживают армию, даже дают деньги. И готовы лишения терпеть, но, конечно, не терпеть агрессора. Поэтому он и тут ошибся. То есть это вызывает обратный эффект. Но нам нужно не только, так сказать, быть мужественным и сильным, это одна составляющая, с нашей армией и наш тыл, но, конечно, и действовать активно в плане противодействия. В первую очередь, если говорить о таком невоенном формате, все понимают, и мир, что сейчас Путин угрожает ядерным оружием, готов к провокациям масштаба, так сказать, уже и с мирового, то есть это и с химическим вооружением, и с биологическим, под чужим прапором, и, соответственно, удары по Запорожской АЭС. Тут объединить важный мир. И очень важно сейчас перед двадцаткой, чтобы именно не только страны НАТО, например, это важно, это наши первые партнеры, но и Китай, который уже заявил однозначно о том, что агрессия Путина, особенно ядерная, недопустима, и Индия, очень мощные участники, и уже новый президент Лулу в Бразилии указал на это. То есть это гранты, кроме, так сказать, стран наших союзников, ЕС, НАТО, но эти страны, которые очень были близки к партнерам России, сейчас они четко ее ставят на место. Поэтому, объединяя эти усилия, кроме угроз ядерным оружием, химическим и другими, и взрывы на атомных станциях или ГЭСах, тут четко показать, что Путин перешел уже все грани. Сейчас просто-напросто уничтожает мир и население, геноцид. И этот геноцид, как формат, должен поднять мир против него. Я думаю, на 20-ке должна быть доминирующая сейчас роль всех участников осуждения Путина, понуждение ее прекратить войну, выйти с территории нашего государства, не допущая ядерных каких-то угроз. Это то, что даст им перспективу. Как нам обороноспособность увеличить? Как защитить себя вот конкретно? Это второй очень важный сегмент. Мы сейчас получаем буквально сегодня НАСАМСы, АТАКАМСы будем перспективы получать, другие эффективные средства, которые защищают, например, Белый дом. Это очень эффективное средство. Например, в радиусе 60 километров можно защитить любой город. Это сейчас то, что сейчас актуально поступает нам. И от американцев, от испанцев, от норвежцев, от британцев. В перспективе от французов сейчас, но от немцев. То есть мы получаем уже сейчас большие пакеты помощи, которые могут защищать небо на 85-95%. Вот это реальные средства, которые могут сбивать любые, так сказать, атаки. И скандеров, и калибри, соответственно, и пуски, например, с авиационных каких-то комплексов. И, конечно, если будут появляться на территории Белоруссии комплексы, условно, Ирана, что мы должны допустить их поставки. Предупредить Белоруссию о том, что если пойдут какие-то ракеты с их стороны, тем более иранские, будут, соответственно, уничтожены на их территории. Должны предупредить быть четкие белорусскому лидеру, что ты можешь отвечать лично, и эти все комплексы не сработают. Они уже под нами. Спасибо, Николай Григорьевич. Спасибо большое. Николай Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки. Мы обсуждали ситуацию с ракетами, с обстрелами Украины, и как с этим бороться. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.